Правительство России разрабатывает новые механизмы взаимоотношений с регионами. Это предполагает прямой открытый диалог с федеральным центром. Подробности в нашем материале. Развитие региональных экономик – приоритетная задача, выполнить которую можно только объединив усилия. Это хорошо понимают и на федеральном уровне, и в субъектах. На встрече с президентом России министр экономического развития особенно подчеркнул важность стимулирования местной промышленности. Вся экономика у нас, конечно, находится в регионах. Каждый регион уникальный, и здесь ведем такую системную работу. Мы детально сейчас прописываем по рынку труда, по инвестициям, текущее состояние и то, к которому нужно прийти к 2024 году. И смотрим на те конкретные меры, которые в регионе нужно сделать, чтобы этих цифр достичь. На развитие реального сектора экономики с консолидированного бюджета в 2018 году направлено 10,8 миллиарда рублей. Сформирован фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности. Здесь аккумулированы солидные региональные средства – почти 2 миллиарда рублей. Фонд выдает организациям льготные займы и финансирует строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Уже оказана финансовая помощь чебоксарскому предприятию «Сеспель» – инструментально-экспериментальному заводу. За счет средств фонда строятся сети водоснабжения и дорог для тепличного комплекса «Новочебоксарский». В Канаше работает территория, опережающая социально-экономическое развитие. Это дает возможность создать здесь новые рабочие места, развить новые виды деятельности и производства. А для предприятий и предпринимателей, которые становятся резидентами, появятся налоговые преференции для реализации проектов. Республика всегда детально прорабатывает программы и проекты, реализуемые во взаимодействии с российским правительством. Кстати, во время своего визита в Чувашию министр промышленности и торговли Денис Мантуров уже говорил о том, что надо сделать в первую очередь. Теперь вертикальные связи выйдут на новый уровень. Вот как прокомментировала решение в отношении Чувашии вице-премьер правительства страны Татьяна Голикова. Это исключительно для того, чтобы продвигать интерес республики на федеральном уровне. В принципе, республика достаточно хорошо развивается. И если такими темпами будет это все происходить, я думаю, что те показатели, которые согласованы, будут достигнуты.